Лимоны подорожали в два раза, сырые колбасы на 10%. Саратовские общественники отправились в рейд по продуктовым магазинам, чтобы проверить, удается ли чиновникам сдерживать рост цен. Напомню, после введенных ответных санкций России против ряда стран, саратовские власти заявили, что будут постоянно мониторить стоимость продуктов. Цены сравнила Елена Губенкова. С работы на работу главный общественник области отправляется в рейд, проверяет цены на продукты в ближайшем от общественной палаты магазине. Здесь, говорят продавцы, повышение было только на колбасные изделия. А вот сейчас вот за этот месяц, с сегодняшнего дня? За этот месяц пока ничего, пока ничего. Все остальное как бы... Кроме колбасы. Колбаса повысилась? Колбаса повысилась. Я. Фамильная. Но в течение месяца цены уже пообещали повысить два поставщика молочной продукции. В ближайшем сетевом магазине говорят, что основной набор продуктов остался на том же ценовом уровне. Но вот фрукты подорожали. В первую очередь на фрукты повысились цены, но это от нас не зависит. Это вы сами знаете, от чего зависит. Зависит от поставщиков. Причем, почему выросли цены на лимоны, сказать никто не берется. За считанные недели цитрусовые подорожали в два раза. Сейчас самые дешевые обойдутся в 150 рублей за килограмм. У нас не можно сейчас 145. Стоили? До этого 150. Я тоже... Да они на рынке дорого. На рынке 36 рублей штука. В некоторых сетевых магазинах подорожали сыры. В среднем на 10%. Покупатели же негодуют. Говорят, ситуация хуже, чем о ней докладывают руководители магазинов. Уже процентов на 15 подорожали товары первой необходимости. Заметно, что повысилась цена. Ну как его заметно? Ну на сколько? Конкретно не могу сказать. Ну, раньше хлеб стоил, можно было за 18 рублей, а сейчас за 27 рублей ботанчик надо купить. Выросли колбасные изделия, выросли молочные изделия на 10% некоторые из них. Особенно, я говорю, продукции, которые поступают, молочные в том числе, как простоквашенные и так далее, из-за пределов Саратовской области. С местными легче разговаривать. Саратовские чиновники сразу после введения ответных санкций России заявили, что будут тщательно отслеживать случаи спекуляции и сдерживать рост цен на социально значимые товары. Пока незначительно подорожало мясо, но покупатели уверены, это лишь дело времени. И если чиновники не предпримут мер, уже скоро стоимость продуктовой корзины увеличится еще процентов на 20.